Я желаю всем здравия и хорошего настроения. Спасибо, мои дорогие, за ваше участие в поддержании моего канала и также в том, что вы ставите там мне лайки под видео. Их уже больше 180, по-моему, в предыдущем видео, и прошло на момент записи этого видео менее суток. Спасибо вам большое. Сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, как появляются атеисты. Откуда появляются атеисты? Ну и хочу сразу сказать, что атеизм появился, как бы это ни звучало странным, но атеизм появился на основе Библии. Именно благодаря Библии появился атеизм. Всё это я говорю на основании своего личного опыта и наблюдения. Поэтому для тех, кто впервые попадает на мой канал и что-то там пытается говорить, что якобы я Библию плохо читал, плохо знал, ребята, я её проповедовал 20 лет. Сейчас мои взгляды поменялись на Библию, так как в связи с моими, на мой взгляд, глубокими исследованиями, молитвами и слишком много задавал Богу вопросов. Ну и вот в один прекрасный день ответы на мои вопросы посыпались в мою голову. Да, таким образом стали приходить знания, что они перевернули всё моё мировоззрение, которого я практически придерживался 20 лет. Так вот, начнём с того, что в действительности Библия, она и производит атеизм. И во многом люди, интересующиеся историей, археологическими раскопками, теми или иными событиями, люди, которые сопоставляют те или иные религии и их происхождение, приходят всё-таки к выводу, что во многом Библия имеет составную часть. И составлялась она не один десяток лет, и её компиляция происходила из многочисленных религий, которые существовали до появления Библии. Для тех, кто не знает, что такое Библия, это сборник книг, которые считаются боговдохновенными и изречёнными Божьими пророками, израильскими пророками, ни какими-то другими, ни славянскими пророками, ни какими-то индийскими пророками, ни какими-нибудь японскими, китайскими пророками, ну или представителями любого другого народа. Библия во главе угла и в центр всего размещает израильских пророков. Другие пророки в христианстве и на основе Библии считаются ложными пророками, при условии, если они не так понимают Библию, как ее должны понимать христиане. Далее, если немножечко покопаться в источниках, то можно увидеть, что также Ветхий Завет был построен на некотором основании ведизма. Для тех, кто не знает, ведическое мировоззрение было до иудаизма. Иудаизм – это иудейская культура, то есть израильского народа, которая была образована через Моисея. Ну а сам народ Израиля произошел, согласно Библии, через Авраама, который жил в шумерской цивилизации. И даже уже многими археологами, исследователями показывается информация, что шумерская цивилизация была именно цивилизацией в самом широком смысле этого понимания. Поэтому даже я, когда год или два назад заявлял, что цивилизация была всегда, я подвергался критике и насмешкам со стороны верующих, которые утверждали мне, что никакой цивилизации никогда не было, а вся цивилизация стала появляться последние 200-300 лет с конца XVIII века, ну там с середины, неважно, и вот до сегодняшнего дня, а всё остальное это время люди были неграмотные, не обученные, в общем, никак не развивались, ну и так далее. Но даже согласно Библии я могу доказать, что это не так. Ну, во-первых, они всегда говорят, вот посмотри, какая там цивилизация, Израиль жил в шатрах, в палатках, и Авраам ходил по пустыне. Стоп, стоп, стоп. Но здесь у многих христиан отсутствует логика. Во-первых, если Бог, ну или тот, кто назвал себя Богом, сказал Аврааму, выйди из родства твоего в землю, которую я тебе дам, то, ребята, логично предположить, вот сейчас у меня есть камера, телефон, ну, какие-то предметы быта, и вот если бы Бог мне сказал, выйди за пределы твоего города в землю, которую я тебе укажу, а вокруг моего города, к примеру, за пределами пустыня, ну и вот, жил бы я в пустыне, была бы у меня там скотина и так далее, писал бы я там, к примеру, не на телефоне там месседжи кому-то отправлял, да, а просто на бумаге писал бы там историю своего странствования или откровения. И кто-нибудь, к примеру, через сто лет откопал бы мои свитки, которые я писал бы ручкой, и кто-то бы сказал, о, Девятьяров жил в то время, когда не было никакой цивилизации, вот, не было никакого развития, он жил в палатке, борщ варил на костре, доил косы там, значит, шерсть добывал с баранов там, ну и так далее. С одной стороны, это было бы правда, но с другой стороны, неправда. Вот то же самое с Авраамом. Когда Авраам вышел из Халдея, он вышел в отшельничество. Вот вам и еще один ключик к пониманию того, что цивилизация была всегда плюс, как я подозреваю, было беспроводное электричество. Это я могу доказать на примере Египта. К примеру, танки в Израиле называются Меркава. Меркава означает колесница. Так вот, этих колесниц Меркав в Израиле, в библейском Израиле, да, полно было. По улицам несутся колесницы, сверкают, как молнии и грохот. Это были танки. Это были танки того времени. Это были Меркавы, колесницы танки. Они сверкали, как молния, гремели, когда неслись по улицам. Вот сейчас у вас по улице пусть танк пронесется, гусеничная. И я посмотрю, как это будет. У вас полы будут в доме дрожать, когда под вашими окнами по улице проедет танк. А если он еще и выстрелит где-нибудь, то будет слышно на другом конце вашего города. И стекла будут так дрожать, что вам покажется, что землетрясение началось. Вот что такое колесница Меркава. Поэтому я Библию рассматриваю с этой точки зрения. Но все-таки я от темы отклонился. Но это ничего. Подойдем и к ней. Далее, ребят, смотрим. По изысканиям и исследованиям людей, интересующихся историей, археологией, различными древними свитками, очень достаточно информации, что некоторые вещи, как закладки в иудаизме, были заимствованы из верований, которые были до иудаизма. Ведь в древней Шумерии, откуда вышел Авраам, была же религия? Была. Соответственно, Авраам, когда вышел, вынес оттуда что-то с собой. Верно? Верно. До десяти заповедей Моисея Израиль жил в Египте. У Египта было свое мировоззрение? Конечно, было. То есть это был ведизм, весь древний мир был ведическим. Слово «веда» означает «знание». И люди жили, согласно многочисленным источникам и даже согласно библейского источника, до тысячи лет. И представьте, какие веды, знания колоссальные имели люди. И то, что мы сегодня собираем, мы собираем по крупицам и в основном собираем на основе своей генетической памяти, которая несет в себе информацию нашего рода. Я за свой род говорю. К иудейскому роду я отношения не имею, поэтому генетической информации иудейского рода во мне быть не может. Но это другая тема. Далее двигаемся. Таким образом писались писания. Значит, в некотором смысле иудаизм был основан и было что-то взято из шумерского мировоззрения, а также из египетского мировоззрения. Вы не забывайте, кто такой был Моисей, что он долгие годы до времени взросления воспитывался при дворце фараона. Соответственно, его воспитывали самые лучшие придворные жрецы того времени. Поэтому Моисей был высокообразованным по тому времени и очень много чего знающим человеком. Поэтому логично предположить, что очень многие вещи, которые Моисей принес к заповеди, они были просто переняты из Египта. И, как я говорил в одном из своих обращений, побег Моисея из Египта, когда он убил египтянина-надсмотрщика, свидетельствует непосредственно о том, во-первых, что в Египте не существовала коррупция. И что законы Египта распространялись буквально на всех. То есть, по небратства, кумовства, по блату, за бабки, извините за выражение, как сегодня, судьи Египта были неподкупные. Скорее всего, была смертная казнь. Как за тяжкие преступления, так и, к примеру, за взятки. Почему я заявляю, что в Египте не было коррупции? Да потому что Моисею пришлось покинуть эту страну бегством, скрываясь от правосудия. Если бы в Египте была бы коррупция, то представьте, Моисей, который вырос во дворце фараона, фараона, вы только подумайте, дворец фараона, то если бы там была коррупция, понебратство и не соблюдались законы, что Моисею прятаться, ну подумаешь, убил там какого-то надсмотрщика, рядового чиновника, имеющего чин надсмотрщика. Ты отплатились бы, заплатили бы и всё там. Но нет, Моисей бежал, бежал и поселился у мадиамского священника. Далее. И также в христианстве присутствует зороастризм. Это одна из древних религий, где очень свято почитался огонь. Так вот, к чему я говорю? В Библии огнепоклонство описано напрямую. К примеру, в Новом Завете говорится, Бог наш есть огонь поедающий. И вот эти вот вещи, закладки, они распространены как по Ветхому, так и по Новому Завету. То есть компиляция из различных религиозных источников, сборник, компиляция. Ну, лично мой Бог – это не огонь поедающий. Мой Бог – это свет и любовь. А свет, он не огонь, он не поедает. А именно огню всегда скармливали жертву в различных культах. Огню скармливали жертву. И огонь поедал жертву. А вот в Библии напрямую написано, что их Бог – огонь поедающий. То есть Бог христиан, напрямую написано, что христианский Бог – это огонь поедающий. Огонь поедающий. Но верующие, читая эти строки, говорят, это дух как огонь. Он сошел в день Пятидесятницы с огненными языками. Остановитесь здесь. Это опять зороастризм. Поклонение божественному огню. Только подумайте, со времен написания Библии вы не найдете ни одного свидетельства, чтобы Святой Дух сходил на вас с таким же огнем. Ни у кого над головой никакой огонь не горит, как этот огонь горел у учеников. Это, опять же, компиляция из зороастризма. А огнепоклонников. Если вы посмотрите на Пасху, и когда сходит так называемый благодатный огонь, ребята, если это не поклонение огню, то что это? Тысячи паломников собираются для поклонения огню. Ну, вы скажете, огню никто не молится. Ребята, но даже если они иногда дерутся из-за этого огня, если они обожествляют этот огонь, проводят его по рукам, по телу, но если это не проявление зороастризма, огнепоклонства, то что? Так что в христианстве очень много компиляции из различных верований. Но мой Бог не огонь поедающим, а в Библии, в Ветхом Завете особенно, Бог представлен огнедышащим. На это христиане внимания не обращают. И я признаюсь честно, будучи служителем 20 лет, не придавал этому значения. Но Бог однажды начал заострять мое внимание на этих вещах. И в Библии Бог представлен огнедышащим. С Него идут клубы дыма, с Него сыпятся горящие уголья, и стрелы Его всегда точены, чтобы поражать. Вот такой вот Бог. Кстати, Бог не огонь поедающий. Это даже свидетельствует сотни людей, переживших клиническую смерть. Когда они попадают в присутствие Божье, они попадают в присутствие Света, из которого исходит Любовь. В Ветхом Завете, когда было так называемое Богоявление, никогда не было явления Любви. Никогда. В Ветхом Завете Он приходил во тьме. Моисей входил во тьму, где Бог. Везде тьма перед Ним, День Господень. Это не Свет, это тьма. И везде, когда Он в Ветхом Завете приходил, во тьме, в буре дымился, огонь шёл из уст, угли с Него сыпались. Ну и так далее. То есть это даже противоречит тысячным свидетельствам людей, когда они умирают, входят в славу Света, и Свет излучает Любовь. Ну вот видите, как всё просто-то на самом деле. Но только чтобы всё это понять, нужен здравый анализ. Поэтому я считаю, спустя 20 лет своей проповеднической деятельности, что Библия даёт искажённое восприятие Бога и Его сущности. Далее. Именно Библия, по моему мнению и по моему анализу, является такое явление, как атеизм. Потому что человек обычный, вот часто наблюдал я, дети верующих родителей всегда наблюдал одну и ту же проблему. Для них им Библию впихать, простите за выражение, в душу – это большая проблема. Это, наверное, 80%. В основном, подавляющее большинство во всех протестантских церквях, не знаю, как за православие, католицизм, дети верующих родителей – это нечто. С одной стороны полумирские, с другой стороны вроде как религиозные. Но Библия в них не лезет. Я помню, как я своему сыну предлагал читать Библию. Он со слезами на глазах, он её читать не может. И я удивлялся, почему дети верующих родителей не могут читать Библию. Я пытался поначалу, как отец, приучать ребёнка, читай Библию, молись. Не может, не лезет в него. И я заметил это ни у одного меня, это у сотни верующих. Детям просто Библия не лезет. Есть дети, да, о которых Библия легко входит. Но большинству, 80%, если не 90%, она не лезет. И почему же так? Почему же так? У меня есть ответ, потому что, так как Библия является, на мой взгляд, искажённым информационным источником о Боге, именно по этой причине уже у рождённого человека, который родился от Бога. Кстати, сразу хочу сказать, то, что Библия называет «должно вам родиться свыше», рождение свыше – это не то, чему учит церковь. Рождение свыше – это и есть рождение вашего ребёнка. Потому что каждый человек приходит в мир свыше, рождённый свыше. Когда ты свыше от Бога, ты приходишь, как капелька чистой утренней росы. Рождаешься, приходя из материнской утробы – это и есть рождение свыше. Все наши дети рождены свыше. И кто свыше не родится, не увидит Царство Божие, не поймёт. Соответственно, если ты не родился, значит, тебя и нет на этой земле. Значит, как ты здесь на земле поймёшь Царство Божие, если ты не родился? А если ты родился свыше, то есть пришёл в мир, как и все дети, а рождение – это и есть рождение свыше, а не то, что нам церковь вдалбливала все эти годы. Точнее, не то, что в Библии написано. А если ты свыше родился, ты здесь и можешь понять Царство Божие. А как ты его понять? Через окружающий тебя мир, через природу. Потому что все наши источники Писания писали люди, переписывали, искажали, подгоняли под различные политические события. И это факт. Это даже многие христиане признают, что неоднократно в Библии делались вставки. Я уже об этом показывал. Далее мы смотрим. Почему не вмещают дети? Да потому что они приходят свыше, из Божественного мира, из Божественного света. На генетическом уровне, как духовный отпечаток, так и физический отпечаток, у них уже есть знание, генетическая память их предков. Соответственно, а в Библии искаженный вариант Божественности, искаженный вариант мироздания, хотя там даже мироздания не описано, почти не описано, там поверхностные взгляды всех процессов. Поэтому оно и не лезет. Но в Библии есть такой хитрый трюк. Говорится, отрекись от себя, откажись от себя, откажись от разума своего. Поэтому, чтобы Библию впитать в себя, нужно предохранители естественные, природные взломать. Конкретно. По-другому Библия не войдет в тебя. А вот если природные предохранители, которые естественным образом от природы установлены тебе в разуме, в сердце, совесть, это нужно через совесть переступить, через разум, через сердце, через все, тогда ты сможешь Библию реально уже в себя впитать. Но перед этим нужно отказаться от своих мозгов. И это правда. Покаяние, оно с этим и связано. Ты отрекаешься от себя, от своего мышления, от своего сердца, от своих взглядов. Я же помню, как я каялся. Я там от самого себя отрекался с огромными слезами. И все. И вот Библию как губка в себя впихивал. И вот сколько у меня в голове после этого было установочных библейских программ, которые просто 20 лет меня держали. До тех пор, пока совесть во мне природна, и природный разум, и божественная природная рассудительность не вступили в силу и не освободили меня от религиозной зависимости, где моя жизнь подчинялась, полностью подчинялась книге. Книге подчинялась. Хотя моя жизнь должна подчиняться моим внутренним законам, которые во мне заложены от природы моей, от моего рождения. Так вот, когда обычный человек читает Библию, начиная с книги «Бытие» и прочитав весь Ветхий Завет, обычный человек с природным разумом, сердцем и совестью, он входит в ступор. И когда он читает о всех кровопролитиях, убийствах, о том, как Бог бесконечно требовал крови, требовал жертв, как он сжигал целые города, уничтожал, целые города с жителями, и со стариками, и с женщинами, и с маленькими детьми, просто уничтожал. Об этом весь Ветхий Завет, как Бог повелевал своему народу идти уничтожать различные города, как он им помогал грабить. Вы только подумайте, Бог, о котором говорится в Библии, помогал грабить. И вот когда человек, обычный человек, читает Библию, он в шоке. Возьмите самое первое. Когда Бог библейский выводит Израиль из рабства, что Он им говорит? «Я вам дам землю с семи народов, землю, где течет молоко и мед». То есть, представьте, там народы, у них дети есть, старики, женщины, инвалиды. То есть, весь социум, да? Люди трудятся, дома, поля, растят деревья, дома, природа, поля. Все возделывают, своя культура у них есть, у этого народа. Ну и, конечно же, не без греха, да? То есть, везде же есть, в каждом народе есть люди и совестливые, и бессовестные, да? И тут Бог говорит. «Я, говорит, вам дам землю с семи народов, которые крепче и сильнее тебя. Но эти народы надо все истребить, уничтожить». «Я вам дам». Другими словами, вы их убьете всех, я вам помогу их всех перебить, и вы наследуете их землю с их домами, с их полями и так далее. Вот когда простой человек это читает, он в шоке. У него, как это совместимо с Богом. Как это Бог может обучать свой народ откровенному грабежу. Короче, захвату, рейдерству, захвату земель. Под предлогом, что якобы жители той земли недостойны иметь поля, виноградники, потому что они грешники. Они грешники. Они грешники. Они недостойны иметь прекрасные земли, поэтому их всех нужно вырезать. И вот когда человек читает все это в Ветхом Завете, он говорит, ты да ну такой Бог, да не, я в такого Бога не верю. Они говорят, да не, Бога вообще никакого нет. Вот это если коротко, я только коротко все описал. А таких мест по всей Библии их сотни. И вот человек говорит, нет, я, Бога никакого нету. Да вы что? А все почему? Потому что нам внушили, именно внушили, что Библия это неоспоримый божественный документ. Ну дорогие мои, даже если вы просто вникнете в историю создания Нового Завета и книг Нового Завета, там священники, собравшиеся, так и не могли определиться, какие книги включать в канон, какие исключать. Долгое время вели дебаты. Они даже так и не поняли, к примеру, кто писал послание евреям. Остальные книги. Даже никто не знает, кто писал конкретно пятикнижья Моисеева. Причем Библия так написана, что, видимо, они ее сильно быстро создавали, что даже не сгруппировались полностью, чтобы все идеально подогнать, потому что слишком много осталось в ней противоречий. Сразу при глубоком и детальном исследовании, ребят, к этому я пришел только через 20 лет, я понимаю, что сейчас верующий меня слушает, вам это дико и тяжело будет воспринять. Но, ребята, я через 20 лет до этого дошел, вы понимаете? В служительской практике. И при вот таком исследовании, хоть проповедники и говорят, Библия не противоречит, она истинная. Я так сам заявлял и толдонил я так пожизненно, но по факту противоречит. И очень во много. И очень много нестыковок. Но беда в том, почему мы это не видим или не видели, потому что, ну как сказать, мы отказались от своего разума и нам внушили, что Библия непогрешимый источник. Вот если мы от этого внушения откажемся, мы начнем видеть очень многие вещи. И причем мы Бога начнем видеть через Его природу. Знаете, что такое настоящее Божье Слово? Это не то, что написано в книге нам и предоставлено как Слово. Нет. Настоящее Божье Слово — это весь окружающий вас мир. Это всё, что вы видите вокруг, всё мироздание. Потому что мы живём в большом Божьем творчестве, в Божьем гигантском, ну если можно так сказать, компьютере. Любые образы можно брать. И вот глядя на вот это всё, мы просто можем видеть роспись Божью. И самое главное, мы можем черпать информацию из самих себя, а не из учебников и не из книжек, которые мы не знаем кто, когда и как написал. Но почему мы доверяем Библии? Нам сказали, Христос 2000 лет назад был. А это неправда. Спустя 20 лет я пришёл к этому познанию через анализ, что не мог он был быть 2000 лет, и что христианству не может быть 2000 лет. И причин очень много, если исследовать, о которых я уже говорил вам ранее. Что христианство — абсолютно новая и очень новая религия. что Библии в том виде, как мы имеем, ей не больше 300 лет. Может быть, вообще лет 150-200. Как её переписали и подогнали под угоду тем, кто сегодня правит миром. Ну и много других причин. Поэтому именно Библия рождает атеизм. Почему? Потому что Бог в Библии предоставлен очень и очень жестокосердным, гневливым, особенно Ветхий Завет. А в Новом Завете мы видим, что Иисус Христос по своей природе отличается от Бога Ветхого Завета. И явно видим, что Иисус не проповедовал Бога Израиля как своего Отца. Между Иисусом Новозаветным и Ветхим Заветом и Богом Ветхого Завета нет ничего общего. То есть личность Иисуса в Новом Завете была искусственно присоединена к Ветхозаветному Богу. Потому что Иисус являл абсолютно другое учение, абсолютно другое учение, абсолютно другой характер и другую природу. И Он говорил о том, что Бог есть Свет. В Ветхом Завете вы нигде не найдёте, что Бог есть Любовь. Он предоставлен как тьма и как огонь, а также как, ну уж точно не Любовь. И даже в Новом Завете некоторые характеристики Яхве приписали Иисусу Христу. Но это уже отдельная тема. Впрочем, об этом я уже говорил. Кому интересно, найдёте всё это в моих ранних высказываниях. Ну, ребята, на этом у меня всё. Надеюсь, вам понравилось моё сегодняшнее изложение мысли. Спасибо вам, благодарю вам. Как обычно, понравилось, палец вверх ставим, не понравилось, палец вниз. А если не хочешь выражать свои эмоции, то, как обычно, крестик в верхнем правом углу. На этом у меня всё. Счастливо, ребят. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова